Всем привет, с вами Priya и это феноменальное открытие сундуков. Скажу так, во всех названиях открытия сундуков есть некий скрытый смысл, по которому уже изначально можно понять, что в принципе выпало или что в принципе произошло в момент открытия сундучков. Есть достижение под названием космическая феноменальная сила, это сбор эссенций четвертого левела абсолютно всех. И сегодня как раз таки будет полутанная эссенция четвертого левела. Раздор и противостояние. Раздор и противостояние четвертого левела дается после того, как ты откроешь сундучок при рейтинге 2400 и выше. То есть специально мы апнули этот рейтинг и далее не аренили. Ну окей, ладно, там 2400 было, сделали один вин по фану, выиграли. Замечательно. Ну все равно, если бы там лузнули, то ранг ветерана сохранился. На 30 по-моему рейтинга откат идет, то есть нормально все в этом плане. Окей, также это последнее открытие сундучков, потому что все-таки конец Battle for Azeroth. Далее шмот наращивать уже в принципе некуда, ну и все, все абсолютно получено. Окей, кроме гетику, но ролять гетику я как-то не особо-то и хочу. Лучше оставить свою удачу для Shadowlands. Там сундучки будут интереснее, там дома конечно будет поменьше, но все равно он будет. Окей, открываем пвп сундучок, лутаем эссенцию четвертого левела, идем ее изучаем. Также еще и вещица какая-то упадет интересная. Так, четвертый левел, о, трофей. Трофей это замечательно, можно вообще любую шмотку апнуть до 475-го. Какое-нибудь условно там, ну колечко, верса хаст. Просто 460-е кольцо, на котором 367 версы. И это жуть у меня в голове, просто это не укладывается. То есть, если я вдруг там захочу тройку поиграть, апнуть там 2.4, потом сделать 50 винов ради гладиаторского маунта, то, ну да, это будет неплохой апгрейд. А так это пока что просто итем на продажу за 50 голды. Но на самом деле эти трофеи очень сильно ценятся. Факт. Просто факт. Ну, загрузочки, давайте быстрее. Неужто я наконец-то все это дело сделал? Не верится, не верится. Надо еще на танка, я думаю, собрать, да, для полного счастья. Феноменальная космическая сила. Наградное звание. Защитник. Азерот. Чудно? Чудно. Замечательно. Окей, плюс 100 голды. Оно того стоило. Замечательно. Теперь можно отдыхать. Чем можно еще в Warcrafts интересным позаниматься? Ну, видосики там окей, по Shadowlands поделаю. Какие-нибудь модельки интересные в Photoshop повырезаю. Я люблю это дело делать. Так же можно и трансмог какой-нибудь пособирать, как вариант. Ну да. Можно маунтов пособирать, можно побегать по ВП-экспедиции. Побегать по ВП-экспедиции с целью того, чтобы дублонов пофармить. Ну и ачивы сделать главой экспедиции. Самое главное дождаться паучьей лощины и там ральнуть этот панцирь. Говорят, его очень сложно ральнуть. Ну то есть, все остальные квесты там были дропнуты рандомно, а тут панцирь как-то не дропнулся. Да. Наверное, займусь трансмогом. По чуть-чуть. То есть, нужно собрать не так много сетов, да и к тому же в каких-то там сетиках не хватает всего парочки вещиц. Вот я и, например, активно рейдил в Анторусе, но боешные запястья, если даже и падали, то они продавались. Так как продать боешку за 50 или 100 тысяч голды, это намного приятнее с эпохалки, чем, например, просто нацепить ее на себя ради трансмога. Ну серьезно. И вообще надо этот сет менять, кстати. Потому что я не чувствую в нем какой-то ДКшной уникальности. Многие люди сейчас бегают с этим сетом и плюс ШМ. Вот, я придумаю что-то другое. К выходу Shadowlands. Вам понравится. Я уверен. Берегите ноги, мойте руки, чекайте видосики на ютубе. Приму все поздравления касательно этой ачивы. Заранее спасибо. Не забывайте про рейдики в бзда. Там легкие требования от вас, но все же выполните их. Это мера для того, чтобы в будущем в Shadowlands можно было проще формировать сетапы на подобные такие рейды. До скорого. Продолжение следует... Продолжение следует...